Не так давно в Новосибирске проводилось мероприятие семинар по продвижению франшиз «Успешная франшиза» под эгидой бизнес-профи и ассоциацией молодых предпринимателей города Новосибирска, где мы являлись спикерами, а также привлеченными специалистами по продвижению франшизы. Мы являемся федеральной юридической компанией «Свобода от кредитов». Большая часть примеров, которые мы озвучивали на этом мероприятии, они истекали из нашего собственного опыта, из тех подводных камней, которые мы уже видели и прошли, и имеем уже готовый сформированный взгляд по продвижению франшизного бизнеса. Каждый день в России растет уровень просроченной задолженности по кредитам. В период текущей экономической ситуации в стране их уровень вырос втрое. Эта ситуация способствовала развитию на рынке профессиональных услуг новому направлению антиколлекторские агентства или юридические компании по защите прав заемщиков. Данное направление является высокорентабельным видом бизнеса, который быстро окупается во времени и столь же быстро развивается в стране. И конкуренция в данном виде деятельности нулевая, так как объем рынка должников очень велик и растет с каждым днем. Как вы пришли к таким колоссальным результатам и с чего начинали? Ну, сначала я помогал своим друзьям, родственникам, знакомым. Все это ограничивалось телефоном, только разговором. И дальше у нас появилась уже судебная практика. Исходя из этой судебной практики, мы поняли, что нужно бороться с недобросовестными кредиторами. Ведь нельзя загонять человека в угол, попавшего в сложную ситуацию по независимым от него причинам. Так появились у нас первые клиенты. И мы открыли уже 16 представительств. И наша задача на ближайший год – открыть еще 100 представительств. И мы идем к этому семимильными шагами. Как много граждан обращаются к вам за помощью? Отвечу вам так. В настоящий момент поток клиентов настолько велик, что мы не успеваем принять каждого. У нас просто-напросто не хватает сотрудников для этого. Но в данный момент мы усиленно работаем над расширением штата. Скажите, насколько прибыльным является данный вид бизнеса? На сегодняшний день задолженность перед Банками России составляет порядка 11 триллионов рублей. Исходя из этих показателей, вы самостоятельно можете оценить привлекательность данного бизнеса. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.